Невысокий рост, размашистые жесты, картавость и особый прищур. Образ Владимира Ульянова-Ленина из советского кинематографа прочно вошёл в массовое сознание. В своё время сыграть вождя пролетариата считалось делом невероятно ответственным. Для Бориса Щукина роль Ленина стала вершиной карьеры. Именно этот артист заложил традиции её исполнения. «Товарищи, рабочая крестьянская революция, о необходимости которой всё время говорили большевики, совершилось!» Ленин не как идеолог и политик, а как культурный феномен. В Пермском музее советского наива готовят выставку, где покажут метаморфозы, которые пережил образ революционного деятеля за несколько десятков лет. Один из кураторов выставки, екатеринбуржец Дмитрий Москвин, вспоминает. «Я ещё застал конец советской эпохи, детский сад, начальная школа. Это как раз пришлись ещё на советский строй, где в детском саду это определённые песни о Ленине, да, и песни, конечно, там, что тебе снится крейсер Аврора, революция, да, это всё было». Человек-миф, человек-легенда. Он запечатлён почти во всех видах искусства. Среди поэтических штампов «Самый человечный человек», «Ленин и теперь живее всех живых», «Говорим Ленин», «Подразумеваем партия», «Говорим партия», «Подразумеваем Ленин». «Есть такая партия, замечательная партия на готиков из Таиланда. Решительно и немедленно реализовать эту партию архи-нужно и архи-важно». От безудержного словословия к полному неприятию. В 90-е годы Ленин – объект многочисленных пародий. Стремление скорее расстаться с советским прошлым отразилось в творчестве художников того времени. На выставке покажут известные работы Виталия Комара и Александра Миламида. Здесь же один из современных мифов о Ленине – от уфимца Рината Валигамси. Он придумал историю о том, что у Владимира Ильича был брат-близнец и представил его жизнь в фотоснимках. «И вот 20 фотографий представлены на этой выставке. Действительно, люди, некоторые подходят и спрашивают, а правда?» Дмитрий Москвин считает, образ Владимира Ильича до сих пор с нами и порой вызывает бурю эмоций. Пример тому – памятный знак Орден Ленина, который демонтировали и в Перми, и в Екатеринбурге. Что вызвало протест у части горожан. Жив ли Ленин сегодня? На этот вопрос каждый гость выставки найдёт свой ответ. Юлия Зыкова, Василий Дулепинских, Телевизионная служба новостей.